Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами вновь бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, и меня зовут Роман Дусенко. Сегодня у нас очень интересная программа, сегодня у нас очень интересная программа, потому что когда я хотел это сказать, мозг мой думал о том, как же сказать это лучше, в результате получилось не очень, но все же. Сегодня очень интересная программа, потому что мы постараемся поговорить о очень важной, по сути базовой вещи в менеджменте, о стратегии. Возможно, в меня сейчас посыпятся всякие критики, повлетят помидоры, что, мол, стратегия умерла, причем один из наших замечательных гостей однажды видел, был свидетелем такой агрессии, когда мы разговаривали о ценностях на программе Doctor of Business Administration, но все же, сегодня мы поговорим о стратегии. Я с удовольствием представляю своих гостей, Святослав Бирюлина, Андрей Клейн, это люди, которые являются экспертами профессионалов в области стратегий разных, их погоны написаны вот прямо во всех анонсах и все остальное. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рок-н-ролл жив или рок-н-ролл мертв все же, как вы считаете? Я имею в виду с точки зрения стратегии. Конечно же, жив. Конечно же, жив. Почему? Ну, потому что он еще более живее, наверное, чем он был раньше. Поскольку... Что такое стратегия? Это план на будущее, прежде всего. То есть, компания не может, даже если она успешна сейчас, она не может удовлетворяться этим. Она должна непрестанно думать о будущем. И более того, в отличие от ситуации XX века, это будущее меняется гораздо быстрее. О, а ты об этом нам очень чётко расскажешь. Да, и оно ещё более неопределённо, чем было раньше. И поэтому сегодняшний успех никоим образом не гарантирует успеха завтра. И поэтому компания должна постоянно думать о том, что изменится завтра, как изменятся её потребители, как изменятся её конкуренты, рынок, что произойдёт вовне, и как ей самой нужно измениться, причём измениться во всех аспектах своей работы, начиная от коммерции, маркетинга, производства, продукта своего, чтобы быть успешной завтра. Единственный документ, в котором всё это можно увязать, это стратегия. Другого такого документа я не знаю. Поэтому я считаю, что он жив и будет жить. Супер, отлично. Ответ на вопрос, что я от тебя получил. Теперь, Андрей, твоя очередь. Всё-таки что же такое диджитал-стратегия в настоящее время? Если сказать, чем отличается диджитал, а вот не диджитал, конечно, диджитал – это просто, на мой взгляд, неотъемлемая часть основной стратегии, просто потому, что мы живём уже в цифровой реальности, и невозможно компаниям игнорировать этот факт. Изменения происходят настолько быстро, что компании необходимо приспособиться, чтобы на них реагировать. С другой стороны, если говорить о какой-то чёткой стратегии на будущее, можно сказать, что она должна непрерывно меняться, потому что она устаревает в момент написания. Google говорит, что они планируют либо на 50 лет, либо на квартал. Можно планировать какими-то вехами, но конкретные действия, то, что должны делать сотрудники, то, что ожидают от Google партнёры, это меняется. И, соответственно, для того, чтобы приспосабливаться, нужно очень высокая скорость изменений, нужно очень короткий цикл запуска новых продуктов на рынок. И это можно достичь, только если компания к этому готова, если она пользуется всеми этими цифровыми технологиями для того, чтобы эти изменения постоянно в себе производить. Вот это и есть часть, которая относится к цифровой стратегии, и именно это компания сейчас начинает делать. Итак, мы, в принципе, понимаем, что есть глобальная какая-то стратегия, и это верхний уровень определения нам сдал Святослав. Соответственно, начинаем опускаться чуть ниже и видим там элементы digital стратегии, какая-то может быть операционная стратегия, и чар-стратегия, и маркетинговая стратегия, абсолютно верно. С точки зрения и чар-стратегии, мне здесь бы хотелось просто немного добавить, что основа любого бизнеса – это люди. И именно люди нам позволяют достигать любых результатов. Понимание ценности людей, как самые главные ценности, не на словах, а проще, по-настоящему делу, кстати, в рюкзаке таскаю книжку, не просто кофе, а Шульце, директор Старбакс. Дело не в кофе. Дело не в кофе, точно. Буквально вчера в метро читал, я открыл как раз на странице, что мы, понимая, что люди для нас реальная ценность, принимали решение, исходя из этого. И никто не может сказать мне вслед, что это было не так. Поэтому можно сказать, что ценность людей, собственно говоря, написана в большинстве компаний, но так ли это на самом деле – это вопрос. Света Слава, всё же, чтобы быть экспертом в стратегии, давайте немного расслабимся и немного по минуту славы. Как тебе удалось стать таким серьёзным экспертом? Что ты, кто ты, где ты набрался этого опыта? Почему рынок считает тебя действительно экспертом и люди тебе доверяют? – Потому что мой опыт простекает из ошибок, которые… Да, опыт – это сын ошибок трудных. – И эти ошибки я совершал непосредственно занимаясь тем, что я сейчас помогаю делать другим. То есть, я, во-первых, больше 20 лет проработал на различных позициях в коммерческих предприятиях, в России как раз. И из них 11,5 лет на позиции генерального директора достаточно крупных компаний из разных сфер. И я очень много читал литературу, учился и потом пытался это применить на практике. И вот этот опыт, в том числе и опыт тяжёлых ошибок, опыт стратегических ошибок, такие были и у меня. Именно он и родил тот опыт, который я сейчас могу каким-то образом уже советовать. – Как ты пришёл к работе консультантом? Почему? Это же ты перешёл с одной стороны барной стойки на другую. – Ну, это мне было просто всегда интересно. Вот и всё. И мне очень нравится моя работа тем, что я погружаюсь в очень разные бизнесы. Вчера я был в региональном очень классном агентстве из Уфы. – Ты прилетел вчера вечером или сегодня утром? – Из Уфы, да. А завтра утром я улетаю в Петербург, где мы будем решать вопросы сети отелей. Мне приходится помогать компаниям, которые занимаются оптовой торговлей. Не, не приходится, я с удовольствием это делаю. Компания, которая занимается розничной торговлей в формате, условно говоря, дрогере, причём в разных странах. Это очень интересно, это очень сильно расширяет кругозор, но и помогает мне быть лучше как консультанту, потому что я могу переносить опыт, который иногда парадоксальным образом, когда я совершенно из другой сферы могу принести какую-то идею в этот бизнес, которая этим людям просто не пришла в голову, потому что они слишком погружены в то, что делают каждый день. Поэтому мне очень нравится моя работа, я очень её люблю именно за это. Круто. Следующим нашим вопросом будет, какой будет первый шаг к созданию стратегии, а я пока хотел спросить немного буквально у Андрея. Андрей, как ты стал консультантом, ведь ты же профессиональный менеджер, поднимал такие крупнейшие компании, как Юморт, МТС. Зачем тебе вот это свободное плавание? Ведь в большей компании, я сам из большой компании, ведь когда ты получаешь классические 2 смс в месяц, если говорить про наш опыт, то мы как со Славом познакомились, работая в общем совете директоров, примерно сходная экспертиза, 20 лет в топ-менеджменте, 14 лет из них в качестве финансового директора, 6 лет в качестве генерального директора. Помимо этого, мне всегда интересовало и создание собственных бизнесов, у меня было порядка 14 стартапов в разных областях. Они сейчас какие-то существуют? Какие-то существуют. То есть тебе в принципе вопрос закрыт? Да, да, да. Есть в общем-то опыты консультирования, то есть первый проект консультирования я делал в 99-м году еще. То есть это просто никогда не было для меня таким первостепенным, важным, то есть я всегда занимался этим после предпринимательства, после менеджмента. Но сейчас, мне кажется, это интересно, потому что возникает действительно изменение очень серьезное, это просто новый технологический уклад и возможности в области консультирования, которые открываются, они огромные. А скажи, например, самый интересный запрос за последнее время, к которому тебе обратились? Я в основном работаю с компаниями в Москве, как ни странно. Не лезешь к регионам? Нет, появляются сейчас запросы на консультирование в регионах. Коллеги, у вас есть огромная возможность, потому что Андрей пока еще не был в вашем городе. На самом деле, уже поработав в МТС, я проехал практически по всем городам России. Удивить сложно, но, наверное, есть еще такие населенные пункты, в которых не было. Какой самый интересный запрос? Ну, наиболее частый, скажем так, сейчас типовой такой запрос, это все-таки непосредственно написание цифровой строки, потому что компании обращаются к вопросу, они просто не знают, как начать. Причем, некоторые компании достаточно многие шаги уже сделали, и вообще нужно сказать, что цифровая технология это не что-то такое инопланетное, чего никто не знает. Мы в цифре давно, да? Любая карточка, любая компания, у нее есть в той или иной степени цифровизированный отдел IT, который более продвинутый, менее продвинутый. Ну, по крайней мере, сеть. Ну, хотя бы локальная сеть есть, да. Практически во многих компаниях, если не во всех, сейчас достаточно в той или иной степени развивается цифровой маркетинг, то есть реклама в соцсетях, реклама в Гугле, то есть это для компаний уже... Это Москет. Да. И еще то, с чем большинство компаний уже тоже сталкивалось, это в той или иной степени создание интернет-магазинов. То есть какая-то часть продаж у компании, она уже находится в онлайне. Может быть, это 1%, может быть, это 5%, но тем не менее для компаний это уже какие-то известные шаги. Но в целом то, с чего они пытаются начать, это с цифровой стратегии фурмирования. Здесь действительно специалистов каких-то готовых на рынке нету. И можно сказать, эта практика сейчас, она только рождается. Мне очень понравилась твоя статья, когда ты покупал какое-то там газовое оборудование, и вот это вот все вроде автоматизировано, но столько ненужного и трудного. Окей, хорошо. Итак, у нас есть задача, стратегия. С чего начинаемся и с кем работаем? Кто в компании отвечает за стратегию? Начинается разработка стратегии с самого осознания ее необходимости. Она у кого должна в голове возникнуть? У собственника. Ну, точнее, у того человека, кто отвечает за управление бизнесом. То есть, если мы сделаем следующий срез, малый бизнес, где нет системы корпоративного управления, это собственник, где есть серьезная система корпоративного управления, это может быть генеральный директор, потому что мажоритарные могут быть акционеры, или совет директоров, или правление, которое выизнесло инициативу на совет директоров. То есть, для начала масштабируем компаний. Давай возьмем, так как нас смотрят по всей стране, и я не так много видел в России компаний с выстроенной системой корпоративного управления, за исключением с учением топ 100 лучших работодателей, средний бизнес, нормальный, с миллиардными оборотами, причём легко вполне, существует 20 лет, например, что нужно человеку, чтобы начать задумываться о стратегии, как мы с вами все вместе можем человеку помочь эту стратегию сделать, а потом ответим на вопрос, а как эта стратегия реально повлияет на бизнес, ведь он может задать простой вопрос, у меня нет сейчас стратегии, казалось бы, да, и я спокойно работаю, ты мне зачем нужен, зачем ты мне со своим рок-н-роллом опять ко мне приехал? Ну, как я уже сказал, первое, что нужно, это стратегию осознать саму необходимость этой стратегии. Вот смотри, чтобы осознание, я пытаюсь максимально изучить краски, задания не выполняются, ответственность не берётся, планы падают, очередной генеральный директор уволен, что делать? Чаще всего именно к стратегии люди приходят через проблему, когда старая бизнес-модель, созданная иногда в 90-х, 2000-х годах и вполне успешная тогда, принёсшая хорошую прибыль, деньги, оборот, известность, перестаёт работать. Перестаёт работать и какие-то внутренние точечные изменения, не комплексные, такие, там подклеили, здесь подкрасили, не приносят существенного эффекта. И когда собственник начинает понимать, что вообще сама бизнес-модель, то, что генерировало деньги, то, что генерировало кэшфлоу, перестаёт работать, потому что мир вокруг изменился, а компания не готова к этим изменениям. Вот когда у собственника это всё складывается в голове, он понимает, что ему нужно как-то глобально перестроить бизнес. А это значит, ему нужна новая стратегия однозначно. И, как правило, проблема заключается в том, что внутри компании, как правило, нет компетенции, необходимых для разработки стратегий. Потому что это отдельная специальность, в этом нужно отдельно учиться, в этом нужно отдельно практиковаться. И более того, я так скажу, что для многих компаний, по крайней мере, в среднем бизнесе, постоянная компетенция такая внутри бизнеса, а даже излишняя. То есть, ее постоянно иметь в штате, это, ну, я не знаю. – Очень дорого. – Это очень дорого, какие-нибудь… – С чего начинаем? Вот мы встречаемся с собственником, мы говорим, слушай, хотим поговорить с тобой. Или он говорит, я хочу поговорить, но не знаю, что сказать. – Ну, мы, прежде всего, изучаем саму компанию, как она работает, как она сейчас работает. – То есть, ты идешь прямо в саму компанию? – Конечно, начинается с обследования, с интервьюирования сотрудников, с изучения документов. Если у компании есть какой-то документ, который называется стратегия, бывает такое, на двух, на трех листочках, мы его изучаем, разговариваем с собственником, разговариваем с сотрудниками, пытаемся понять. Чаще всего мы видим, что у всех разные понимания на разных уровнях управления, от собственника до рядовых сотрудников, совершенно разные понимания, что нужно компании, как она движется, что она должна делать. И сам этот факт, что это понимание раздает, уже плохо. Дальше мы смотрим, насколько компания знает свой рынок, своего потребителя. Как правило, очень плохо знает, поэтому в этом и есть основная проблема. Они не могут этому потребителю предложить что-то, за что-то действительно готов платить. Раньше он был готов платить, а сейчас перестал. Поменялось что-то на рынке. Что-то поменялось на рынке, появились другие продукты более интересные, появились более дешевые или более современные продукты, устарели. И дальше мы тогда понимаем, уже пытаемся понять, как это все можно выстроить, развернуть для того, чтобы сделать какой-то план по изменениям внутри, в том числе развернуть компанию лицом к потребителю, создать продукт, который нужен будет. И как все это увязать уже в единое, чтобы каждый сотрудник компании на своем рабочем месте, иногда даже не понимая каких-то высоких целей, которые стоят перед компанией, каждый день ее, иногда сам того не ведая, продвигал к цели. – Можно ли чем-то измерить наличие или отсутствие эффективности, наличие или отсутствие стратегии под какими-то показателями в целом? – Конечно, можно. Но, вы знаете, вот здесь иногда собственник ставит свои проблемы и может их сформулировать, иногда с ним работать не то, что проще, это просто становится отправной точкой. Иногда это не формулируется, но буквально знакомство с компанией, оно дает возможность сразу же понять, в чем… – Диагноз поставить. – То есть, по сути, как врачи, да? – Да. То есть, ну, например, производственная компания с оборотом 5 миллиардов рублей в год, непонятно, с чего начинать, пришли, посмотрели просто разные функции, численность банально, там отдел закупок 120 человек. – Возникает вопрос. – Возникает вопрос, то есть эффективность, она не то, что ниже западных образцов, она значительно ниже в России, почему такая низкая эффективность? Потому что очень большое количество комплектующих, очень мелкие заказы, там, ну, специфика отношений с поставщиками и так далее. То есть, все автоматизировано, как бы все люди сидят в 1С, информацию заносят, но при этом 120 человек, ну, для 5 миллиардов это крайне много, то есть, это в десятки раз больше, чем должно быть. Вот. Или другой пример, да, там, крупные компании, которые там занимаются сервисом железнодорожного подвижного состава, да, они думают о внедрении современных цифровых технологий, там, датчиков, телеметрии, там, интернет вещей и так далее. Они четко понимают, что им нужна цифровая стратегия. Но, когда начинаем говорить, оказывается, что в компании, там, 60 различных систем, которые не интегрированы друг с другом, полный зоопарк с точки зрения управления IT, там, собственности, облака, они не представляют, где у него ничего хранится. И они хотят сейчас, там, куда-то, вот эти, там, датчики, терабайты данных начать в реальном времени выгружать в собственную IT-инфраструктуру. Ну, то есть, это явно, там, провал, еще не начав, да. То есть, нужно сначала разобраться с тем зоопарком, который есть, после этого тогда можно говорить о том, что им хотелось бы делать. Если вот в глобальном смысле, Андрей, то правильно ли я тебя услышал, ну, возможно, я ошибаюсь, что цифровая стратегия – это стратегия управления издержками, в первую очередь. Это может быть одно из следствий. Одно из следствий. То есть, на самом деле, здесь я бы не рекомендовал клиентам думать о каких-то заоблачных вещах, которые позволят им какие-то абстрактные эффекты получать. Потому что, как раз, внедрение цифровых технологий, вот сейчас, ввиду нашей, там, некой общей неэффективности, да, это отдельно можно поговорить, почему она сложилась, там, за 20 лет автоматизации, она позволяет получать очень быстрые эффекты в деньгах. И, на самом деле, такая мотивация, она должна быть для собственников одной из важнейших. То есть, внедрить какие-то технологии, которые позволяют дать быстрый эффект – это неплохой старт для того, чтобы вообще заболеть этой темой. Но вот эффекты, они могут по-разному. Для кого-то это рост выручки при сохранении затрат, для кого-то это радикальное сокращение затрат, ну, или, там, даже численности. А есть примеры, когда это приводит к такому ускорению операций, да, к ускорению оборачивости, сокращению товарных остатков в данном складе, да, через косвенные эффекты тоже получить существенный эффект на финансовый результат. – Немного добавлю, здесь вот мы давно в диджитал, да, но это как бы наши телефоны, они показывают самые современные компьютеры, да, цифровые отношения, телефоны, скайпы, карточки, везде всё, там, за парковку заплатить ты и то, как бы всё в диджитал делаешь. Для кого-то диджитал является просто наличие веб-сайта, да, для кого-то это, там, система CRM, которая, там, или 1С, как ты говоришь, да, можно ли назвать некие параметры, ну, вот набор минимальный, джентльменский набор, что же такое диджитал стратегия, что должно быть в компании? – Ну, можно говорить о том, что, там, о степени диджитализации компании, да, понятно, что, там, сто процентов диджитал сейчас, там, в России, там, живёт, может быть, Яндекс, других компаний. – А она сама при себе не существует, да? – Да, да, да. То есть, и то, как бы, они говорят, что не вышли в оффлайн, да, у них есть, там, какие-то отношения, там, с таксопарками, там, Яндекс, такси, да, то есть, как бы, ну, всё равно, всё равно они стараются всё делать диджитал. Вот. Для обычной компании нормально, если у вас, там, степень диджитализации, там, 10%, 20%, от вашего потенциала. – От чего мерить? – От чего мерить? – Это мериться от того, какое количество процессов своих ключевых вы покрыли цифровыми технологиями. Здесь нужно иметь в виду именно не, там, традиционную автоматизацию, да, потому что на сегодняшний день это уже не является показателем… – Это не диджитал. – Да, это не диджитал, да. По сути дела, почему мы находимся там, где мы есть, да, нам потребовалось, там, 20 лет, чтобы внедрить компьютеры, сети, там, научить людей заполнять не бумажки, там, обносить информацию в компьютер, да, но теперь нужно делать, думать, что делать со всей этой информацией, да, потому что пока вот таких целостных цепочек, когда информация перетекает из одного отдела в другой, или она перетекает от поставщика к покупателю. Примеров на рынке не так уж и много. – Немного, чтобы еще более понятно, возвращаясь к компании, которые с железнодорожными транспортными, они хотят поставить какие-то датчики для того, чтобы что? – Для того, чтобы представлять, в каком состоянии находится их подвижной состав и своевременно представлять информацию, предложение клиентам о необходимости своевременного ремонта и обслуживания. – Это классическая такая мороз схема, при которой вы управляете взаимоотношениями. Вы не ждете, когда клиенту возникнет потребность, он обратится к вам или к вашему конкуренту, а вы непосредственно предупреждаете о возникновении проблем и тем самым своевременно оказываете услуги и фиксируете клиента на отношениях с вами. – Отлично. – Святослав, все же, первый вопрос, который задаст собственник или человек, который, я же все-таки сейчас обхожусь без стратегии, я же все-таки сейчас как-то рулю, я же все-таки в одном эссе как-то работаю. Что мы должны рассказать или что мы должны показать человеку, чтобы он серьезно задумался о том, что стратегия необходима, даже при том, что сейчас все думают по-разному? – Во-первых, если компания за последние пять лет существенно выросла, значит у нее есть как минимум интуитивная стратегия, которая позволяет ей быть успешной. Но я таких примеров знаю очень мало. Большинство компаний как раз испытывают сложности, что по сравнению с временами до… – Сложности с ростом. – Не только с ростом, а хотя бы с удержанием результатов. Выручка даже удерживается, но прибыльность при этом снижается. Большинство компаний сейчас страдают от этого. И это означает, что если человек обходится без стратегии собственник, то он обходится хуже, чем он обходился раньше. Это уже не работает. – То есть, первое, что он может получить – это реальное ускорение своего бизнеса? – В итоге да, но не сразу. То есть, стратегия – это не инструмент, который дает очень быстрый эффект, как правило. Но он получает право, билет в будущее, он получает бизнес-модель, он получает процессы, он получает сотрудников, которые ему нужны, продукт, который ему нужен не только сейчас, но и будет востребован через три года. – Хорошо. На рынке сейчас очень много инструментов, связанных со словом «стратегия». например, стратегическая сессия. Многие собственники считают, что достаточно провести одну стратегическую сессию, и стратегия у меня вот она получилась на листе, не только со мной, я приглашу своих топов, они посидят, выработают, все, можно это начинать. Это так или не так? – Нет, конечно. – Как? – Стратегическая сессия – это всего лишь один из инструментов, один из шагов. Он важен, но он важен, с моей точки зрения, важен не столько с точки зрения создания стратегии, сколько вовлечения туда людей. Во время стратегических сессий очень часто вскрываются проблемы, которые были замолчены, люди начинают говорить о каких-то вещах, о которых раньше молчали, люди чувствуют себя вовлеченными в процесс, им это нравится, повышается их мотивация, они начинают лучше разделять общие ценности компании. Но стратегическая сессия – это всего лишь один из многочисленных шагов. – Дай, пожалуйста, минимальный набор шагов по разработке стратегии. – Минимальный набор шагов, если мы обследование, про которое мы говорили, опускаем, то стратегия всегда начинается с маркетингового исследования. Что происходит, кто наш потребитель, чего он ждет от нас, что происходит на рынке, кто не потребитель. Питер Друкер говорил, что своего не потребителя нужно знать ничуть не хуже, чем потребителя, кто бы мог покупать наш продукт, но почему-то не покупает, даже если он знает о нем. И когда мы глубоко погружаемся в этот процесс, мы создаем базу для разработки стратегии. – Как взять маркетинговое исследование для небольшой какой-нибудь компании, например, ты был в Уфе, и вот эта компания в Уфе, как ей найти рынок маркетингового исследования? – Существует огромное количество компаний на рынке, которые их предоставляют по очень низкой цене, которую даже малый бизнес может себе позволить. Это в самом дорогом случае сотни тысяч рублей, но не миллионы точно. И это может себе позволить любой средний бизнес. – Что мы видим из исследований? – Мы, прежде всего, попытаемся взглянуть в голову потребителя и поймем, почему он себя ведет так, как он себя ведет, почему он покупает наш продукт, где он его ищет, как использует, с кем советуется, как потом утилизирует этот продукт, где он его ищет, кого спрашивает. Когда мы исследовали рынок, тогда мы изучаем внутреннюю жизнь компании, проводим анализ внутренней среды. И после этого как раз и можно проводить ту самую стратегическую сессию, где мы, сведя воедино внутренние сильные и слабые стороны компании, и то, что мы увидели на рынке, еще прогнозы, которые мы сделали, то есть, что изменится на рынке в ближайшие три года. Нам не нужна стратегия, которая будет успешна только сейчас. Нам нужен продукт, нам нужна компания, которая будет успешна, допустим, в 2020-2021 году. Когда мы это все соединили, во время стратегической сессии мы можем только наметить общие направления, вектора развития нашей компании, исходя из внутренних сильных и слабых сторон и тех возможностей, которые дает рынок, внешняя среда или которые появятся на нем в ближайшие время. Что дальше? А дальше начинается очень кропотливая работа по превращению вот этих идей, которые мы набрасываем во время стратегической сессии, от всего заведомо не проходных идей, выбора, концентрации на каких-то действительно важных… То есть, это уже работа с руководителями, подразделениями, в рабочих группах, бюджеты, планы. И это все должно быть развернуто в такой план. Я считаю, что стратегия разработана тогда и заканчивается, когда каждый сотрудник в ближайший как минимум год на своем рабочем месте, даже не имея никакого представления о глобальных целях компании, просто хорошо выполняя свою работу, подвигает компанию к ее целям. То есть, он получает такое задание, такие задачи от вышестоящего руководства, решая который, он вольно или невольно, осознавая или не осознавая, продвигает компанию в сторону намеченных целей. Супер! Так как диджитал-стратегия является частью большой стратегии, мне бы хотелось сказать о следующем. Есть компания, какая бы она ни была, тут бумажки носят, тут уборщицы умирают, тут у них какая-то коммуникация с клиентами в виде мессенджеров идет. Что мы делаем, в первую очередь, чтобы понять, а какая нам диджитал-стратегия нужна? Ну, подход к формированию диджитал-стратегии, он во многом похож на классический подход, но с некоторыми нюансами. То есть, в первую очередь, необходимо отметить, что диджитал-стратегия должна сфокусироваться в том числе на изменениях, которые происходят на вашем рынке, в вашем секторе индустрии для того, чтобы адекватно… Опять рынок? Да, адекватно. Ну, это не только рынок, это еще и окружение, это конкуренты для того, чтобы адекватно на эти изменения реагировать. Ну, допустим, один из моих клиентов, сейчас это крупная страховая компания, один из лидеров российского страхового рынка, у них все хорошо, у них выполняются и перевыполняются все показатели, акционеры довольны. Тем не менее, они работают на цифровой стратегии. Почему? Потому что на рынке происходят изменения, и эти изменения сейчас глазу незаметны, но у них темп такой экспоненциальный, то есть, то, что сегодня практически незаметно, завтра будет у всех. Например, если 10 лет назад основным каналом продаж были агенты, просто потому, что вам нужно было бумажные полисы подписывать, это и сейчас так, то есть, де-факто 60-70 до 80 в отдельных видах страхований… Кроме ОСАГО, по-моему, сейчас ОСАГО можно только И ОСАГО проезд запустился. И выезжающий зарубежный. ВЗМ, да, страхование… Остальные пока нужно приехать подписать. Пока, да, но уже есть технологии, которые позволяют без этого обходиться. Есть инерция рынка, есть все равно агенты, которые контролируют, и компании не хотят снять им партнём. То есть, агентская сеть по-прежнему жива? Конечно. Но она, наверное, сейчас в айпадах всяких, в коммуникаторах, все у них там… В лучших компаниях, скажем так, она уже начинает… Это уже от диджитализации агентов происходит. Но самая главная угроза для страхового бизнеса, как он справится с проблемой. То, что несет диджитализацию, она дает возможность производителю установить прямой контакт с конечным покупателем. То есть, в перспективе, в пределе. Мы говорим о том, что некто, кто является владельцем этого полиса, компания, которая выдает его, она должна отдать его непосредственно в руки конечного покупателя, причем по цифровому каналу, без прямого контакта, дистанционным образом. То есть, если, опять же, еще раз уточнить, первый аспект – это косты, а второй – это прямой контакт с конечным потребителем. Конечно. Диджитал дает выход на человека. Это глобальный тренд технологический. То есть, если у вас есть возможность исключить посредника, он исключается. Технология дает такую возможность. Чем это опасно? То есть, с одной стороны, компания держится за своих агентов, потому что это их доля рынка. С другой стороны, если ничего не делать в этом отношении, появляются два дисраптора. Один – это мелкие компании-инноваторы, которые так называемые инсуртех-компании, которые предлагают вот эти вот новые технологии и пытаются получить доступ к конечному потребителю напрямую, без агентов. И второе – это крупные глобальные компании, такие как Google, такие как Amazon, в конечном итоге, я думаю, что и Яндекс, которые будут выходить на этот рынок, когда он оформится, потому что там они смогут доминировать, они смогут бороться своей мощью с традиционными компаниями. И это для традиционных компаний огромный вызов. То есть, не думать сейчас об этом невозможно. Простой пример. Два дня у меня так получается, что я вечером езжу со станции метро «Электрозаводская». Вчера, позавчера, я пытался подойти туда, увидел огромную толпу людей. Пройдя все же вовнутрь, я видел, что два турникета не работают. Я у смотрителя сказал, сломались. Я тут думаю, ну что делать? Я сфотографировал. Пока я ехал в метро, зашел в приложение «Транспорт Москвы», увидел, что есть обратная связь, написал, приложил фотографию. Вчера вечером опять туда зашел, уже работают. Я не знаю, действительно ли они сделали, потому что я написал, скорее всего нет, конечно. Но это и есть диджитализация или это нет? В том числе, это возможность получать непосредственно постоянную обратную связь от клиента. Этим сейчас все продвинутые компании пользуются. Например, МТС внедряло такие инструменты еще в 2009-2010 годах, когда можно после любого контакта, будь то контакт-центр, будь то обращение в салон, поступает звонок и можно отметить цифру, просто нажать от 1 до 5. Как вы оцениваете этот контакт? Окей, хорошо. Прекрасно. С этим стало более понятно. Хотелось бы мне сегодня поговорить о сопротивлении, потому что любая система стремится к покою. И помните знаменитые законы Ньютона? Силы трения прямо пропорциональны, я уже забыл там чего это. Силе действия пропорциональны силе противодействия. Да. А действия пропорциональны силе противодействия. Люди. Люди не привыкли меняться, не хотят. Особенно это говорит о том, что если в компании давно все устоялось, все хорошо. И тут собственная группа начинает заниматься стратегией. Приходит какой-то консультант, что-то начинает говорить. Агрессия начинает проявляться. Почему? И как с этим быть? Им нужно ли, чтобы агрессия была или чтобы агрессии не было? Особенно это важно для тех бухгалтеров. Ну, например, не знаю, сам простой. Друг теперь должен быть там делать. Но давай поговорим о топ-менеджерах. С топ-менеджерами интереснее. Топ-менеджеры, ну, мне в этом смысле, наверное, везет, потому что большинство клиентов это все-таки в компании, где между собственником и топ-менеджером, который он нанял, нет такой вот антагонизма, нет непонимания, которое может в итоге привести к сопротивлению. Но кейсы были соответствующие. Потому что, во-первых, топ-менеджеры начинают понимать, что когда мы начинаем все это раскрывать и анализировать, могут вылезти на свет их ошибки, которые они успешно маскировали. Сейчас очень модно, например, все свои ошибки списывать на кризис. Ну, кризис же, поэтому мы не можем работать более эффективно, чем работали. Когда мы начинаем все пытаться измерить, проанализировать, иногда выясняются очень неприятные для топ-менеджмента вещи, которые становятся очевидны собственнику. Поэтому они сопротивляются этому. А во-вторых, конечно, у них появляется конкурент, то есть консультант, который конкурирует за внимание собственника. Собственник часто слушает консультанта очень внимательно. Ну, если уж он его пригласил, если он деньги ему платит, конечно, он ему доверяет. И топ-менеджмент очень боится, что консультант что-то скажет такое, что может повлиять на их дальнейшую жизнь. Поэтому мы очень аккуратно работаем всегда с топ-менеджментом, выстраиваем максимально, стараемся, по крайней мере, выстроить такие отношения, чтобы показать им их собственную выгоду. Что от того, что их компания станет сильнее, от того, что она начнет лучше работать на рынке с нашей помощью, мы их всегда вовлекаем. Вообще стратегия невозможно привнести извне. Консультант – это не человек, который зарабатывает стратегию для компании, а который помогает ей само это сделать. Он учит людей, которые работают в компании, он помогает им пройти этот путь первый раз, чтобы в будущем они могли сделать это сами. Потому что мы не можем извне, мы не обладаем отраслевой экспертизой, мы не можем прийти в компанию, которая занимается железнодорожными перевозками, и рассказать им, как лучше заниматься железнодорожными перевозками. Мы можем помочь организовать этот процесс и вытянуть из них вот эти знания, их идеи, их мысли. Почему компания не может это сделать сама? Консультант – это очень сложно сделать, как и человеку очень сложно порой измениться самому. Мы очень часто используем разные триггеры, вплоть до обещаний. Сейчас даже такой сервис есть, когда можно публично в социальной сети дать обещание, что я похудею или брошу курить или спортом займусь. И это нас стимулирует. Кроме нервоза, мне кажется, человек ничего не получает. Но компании очень трудно измениться, потому что вообще, в принципе, компании сложно меняться изнутри. Только лучшие компании умеют это делать. Но если компания уже решила измениться, это уже большой плюс. Консультант всего лишь помогает это делать в любом случае. Но он сокращает этот путь, уменьшает количество ошибок, потому что владеет соответствующей методологией, как это можно сделать правильно. От понимания, что нужна стратегия, пройти до пути, когда у вас есть документ, план, по которому вы можете работать и достигать своих целей. Вот в чем, собственно, его задача заключается. Он не должен будить спящих топ-менеджеров, это задача собственника. Человек, извини, этого не может сделать. Он может просто помочь пройти этот сложный путь, потому что это отдельная специальность. И люди, которые прекрасно разбираются в розничной торговле, могут не быть такими специалистами, например, в разработке стратегии. И они могут быть прекрасными специалистами в недвижимости, в интернет-торговле, в оптовой торговле. Но им немножко не хватает их компетенций. И именно консультант, и его компетенции в разработке стратегии, и их знание своего рынка, их компетенции в том, что они делают каждый день, вместе и могут родить этот документ. Владимир Владимирович, отлично. Андрей, как у тебя бывали случаи с сопротивлениями? Ну, вообще, сопротивление изменениям – это нормально. В этом есть много классических работ. Да, конечно, это отдельная дисциплина. Там основные подходы понятны. Если говорить про проекты изменений, связанные с внедрением цифровой технологии, нужно сказать, что эти проекты, они только наполовину про технологии, а на вторую половину – они про людей. Да, потому что вы не можете из компании высадить людей, которые аналоговые, и принять с рынка людей, которые цифровые уже. Такого просто нет, количества людей правильных. Поэтому все равно вам так или иначе придется работать с теми, кто есть. Да, понятно, что есть какие-то консерваторы, которых может быть придется избавляться, но в целом людей нужно учить, нужно воспитывать. И самое главное – нужно создавать в компании такую корпокультуру, которая будет притягивать правильных людей. Когда вы сформировали этот образ будущего, какой будет ваша цифровая компания в будущем, вы понимаете, какие люди вам нужны. Возможно, вам нужны молодые. Возможно, вам нужны люди с IT-бэкграундом. Возможно, вам нужны люди ориентированные на какие-то современные соцсети или еще что-то, зависит от специфики вашей компании. Или это инженеры. Если вы связаны с производством, вам нужны просто инженеры, которые будут правильно думать, конструировать. Вы внедряете соответствующие инструменты коммуникации, потому что мы уже говорили о темпе изменений. Это невозможно делать без современных мессенджеров системы обмена сверху, чтобы люди могли со смартфона буквально выполнять свои задачи, находясь в любой точке планеты. И еще такой важный момент – вам нужно все равно разбираться с мотивацией и с ценностями. Вот ваша любимая тема. Если говорить про мотивацию, нужно понимать, что у человека в голове, потому что сейчас люди зациклены на своих проблемах, но нужно здесь все разложить по полочкам. Есть проблемы экономики, наверное, задачи государства с ними справляться, есть проблемы компании и задачи собственников и топ-менеджмента с этим проблем разбираться, а есть проблемы конкретного человека. Вот я как сотрудник, я отвечаю тем требованиям, которые предъявляют современные работодатели коммуникации. У меня была определенная история. Я в своей жизни, я сейчас абстрактно говорю, работал на какой-то специальности, допустим, был специалистом по документообороту. Вот я хорошо 20 лет это делал, и сейчас выясняется, что такой специалист никому не нужен. Никому не нужен. А мне еще до пенсии 20 лет. Как я буду дальше, что я буду с этим делать? Я пойду на какие-то курсы, буду научиться. В какой специальности? Об этом тоже должны все подумать. Это ответственность уже каждого человека. Да, задачи менеджмента, конечно, понять, людям осознать это, справиться со своими страхами, предложить какие-то курсы повышения квалификации, но все равно это выбор человека. Что он будет по этому поводу? Он будет увольняться с этой должности, потому что она сокращается в этой компании, пытаться идти, устраиваться на такую же должность в другую компанию, где ее еще через 3 месяца сократят. Это выбор человека. Андрей, очень важный вопрос. Смотри, если сравнить компании, которые не имеют в диджитал стратегию, и компании, которые живут в диджитал стратегии, вот если на старте, сейчас их мы две поставим, исходя из того, что будущее очень быстро меняется, что мы можем сказать собственнику очень четко и конкретно, что произойдет с каждой из них? Компания, которая имеет цифровую стратегию, она будет очень быстро эволюционировать. Адаптивная. В первую очередь она будет адаптивна, еще говорят такой термин agile, когда компания без лишнего жира, она в тонусе, люди быстро бегают, никаких нет личных подразделений, которые сосредоточены на каких-то старых своих функциях, которые уже никому не нужны. А компания, которая не имеет цифровой стратегии, она фокусируется на том, чтобы оттачивать свои навыки, умения, которые были успешны в прошлом. То есть на рынке может происходить что угодно, но если это не укладывается в картинку мира этих людей, они просто будут продолжать делать то, что они делали раньше, просто пытаясь стать более успешными в том, что они делали раньше. Для этого больше людей, больше ресурсов и все остальное. Есть очень хороший пример на эту тему. Все люди в течение своей жизни один или несколько раз посещают кладбище. И вот если прийти на любой из московских кладбищ, там есть такой человек, который, наверное, самая спокойная профессия обладает. Это кассир. То есть нужно купить какие-то ритуальные услуги. Там есть кассир, который сидит в кабинке за окошко, как в банке. И вот этого кассира, если постоять 15-20 минут, в принципе, вы единственный покупатель за 20 минут. А так он читает газетку или книжечку и все. В принципе, в каждой компании есть свое кладбище. Это какие-то подразделения, которые когда-то создали, они когда-то получили свои медали и стали успешными. И они продолжают работать как нужно. Давно уже нужно было задуматься о том, что просто кассира поменять на автомат по приему денег, но просто не доходят деньги. Когда-то это было сделано, все хорошо работает и пусть хорошо работает. Мы будем заниматься проблемами, а вот то, что хорошо работает, мы трогать не будем. Окей. Компания, которая имеет стратегию, компания имеет стратегию в целом, менеджмент стратегии. Что с ними произойдет? Ну, если компания не имеет стратегии, если это маленькая компания, стартап, например, то им даже может быть и вредно заниматься на старте стратегии, потому что слишком много времени и сил на это потратить. Нужно быстро, слишком быстро меняться, чуть ли не ежедневно делать пивот и менять концепцию, потому что старое может устареть. Но если мы говорим про уже устоявшийся бизнес, то компания, которая не имеет стратегии, даже если ее собственник интуитивно обладает видением, чутьем, которое ему помогало, так или иначе все равно сойдет с колеи, то есть сойдет со сцены по одной простой причине. Даже если собственник будет ясно понимать, куда компанию развивать, он не успеет подтащить за собой снаряды. То есть войну выигрывает логистика, как говорили опытные люди. Мало выйти на заданную позицию, нужно, что туда приехали орудия, снаряды, продовольствие, солдаты и так далее. И поэтому компания должна не просто понимать, куда ей двигаться. Каждый в компании должен, если не понимать это, то, по крайней мере, иметь четкий приказ и план, куда ему нужно двигаться, чтобы потом вся эта машина двигалась слитно, вместе, слаженно и развивалась в том направлении, которое определил собственник. То есть стратегия – это не какая-то абстрактная мечта, это конкретный документ. Это конкретный план до каждого, доведен до каждого сотрудника. До каждого сотрудника в его части. С ключевыми показателями эффективности, в которых каждый понимает, как его конкретно труд влияет на конечный результат бизнеса. Или он этого не обязательно понимает, если это совсем простой сотрудник. Он просто выполняет свою работу, имеет какие-то критерии и оценки, но его руководители точно знают, что если он хорошо выполняет свою работу, то это подразделение в целом выполняет то, что нужно для стратегии. Классно. Как я вам говорил, время нашей программы пролетит незаметно. Фактически осталась там одна минута. И мне бы хотелось в эту минуту, чтобы каждый из вас сейчас помог собственному директору, IT-директору или сотруднику, который очень проактивен, который придет к руководителю и скажет, слушай, вот я вчера смотрел программу, на какой вопрос он должен найти ответ, чтобы понять, что что-то нужно менять. Давай, Святослав, с тебя начнем. Я всегда начинаю с такого вопроса. Создает ли сейчас ваша компания для своего потребителя ценности, за которые он готов платить? Потому что если она не умеет этого делать, то у нее нет будущего. И будут ли эти ценности востребованы в ближайшие, допустим, три года? Будет ли ваш продукт востребован? Будет ли ваш сервис востребован? То, что вы сейчас предлагаете? Будут ли на рынке еще достаточно потребителей, которые готовы будут вам платить деньги именно за это? Если вы не чувствуете в этом уверенности, вам пора заниматься стратегией. Супер, это больше, чем один вопрос, но он принимается. Стратегия вообще, и цифровая стратегия в частности, это как ноты для оркестра. Вы можете отлично импровизировать, и каждый отдельный музыкант может быть профессионалом. Да, но чем больше ваш оркестр, тем труднее вам играть вместе. А если у вас еще меняются предпочтения ваших слушателей... А если в одном театре идут несколько представлений... Да, и вам нужно сегодня играть в джаз, а завтра играть в какую-то классическую сюиту, тут уже на импровизации просто далеко не уедешь. Итак, вопрос... Вопрос к собственнику. Где вы видите тот запас прочности вашего бизнеса, когда вы можете проехать на тех науках и знаниях, которые вам помогали в прошлом, и где вы видите, есть та черта, с которой вы дальше не можете двигаться, без носа, что называется. Друзья, невероятно было приятно с вами провести это утро. Хорошо. Итак, Святослав Бирюлин, который рассказал нам о проект, о стратегии в целом, о том, как это все делается и почему это важно, почему необходимо иметь слово. И Андрей Кленин, который рассказал нам о стратегии диджитал. Собственно говоря, мы в диджитал живем. Уважаемые коллеги, уважаемые собственники, люди активные, работающие в каждой из этих компаний, постарайтесь задать себе эти вопросы. Пересмотрите нашу программу на паузу, ставя много-много вопросов, которые задал Святослав, и постарайтесь на них отвечать. Когда вы ответите, вам с вами с собой понимание станет понятно, и ясность наступит в голове. Огромное спасибо за эфир. С вами был Роман Душенко, это «Бизнес-завтрак». И я напомню, что мы продолжаем исследовать процесс, как все-таки эффективно управлять российскими компаниями, управлять российскими бизнесами для того, чтобы наша страна стала лучше. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова